Здравствуйте! В эфире новости. Меня зовут Владимир Антошкин. Как живут студенты в общежитиях? Ответ на этот вопрос искала наша съемочная группа совместно с членами комиссии по делам несовершеннолетних. Рейд прошелся по общежитиям Кумертаусского педагогического колледжа филиала УГАТУ и многопрофильного профессионального колледжа в селе Маячный. В общежитии Кумертаусского педагогического колледжа проживает 106 студентов. Вход в здание только по предъявлению пропуска. И это несмотря на то, что охранники знают всех в лицо. Порядок есть порядок. Родственники или преподаватели также заходят по специальному разрешению. То, что происходит на этажах, вахтер может отслеживать, не покидая поста. В общежитии оборудовано системой видеонаблюдения. Как живут студенты, воочию увидели члены комиссии по делам несовершеннолетних в ходе специального рейда. Конечно, половина жильцов уже совершеннолетние. Тем не менее, правила для всех одни. С ними студенты знакомятся уже при заселении. Проверяющие осмотрели комнаты. В них проживают по 2-3 человека. Жильцы постарались сделать по возможности ремонт, обустроили свои комнаты. В общей кухне также порядок. Имеется и общебытовая комната, где есть холодильник, утек, гладильная доска, письменные столы. Ключи находятся у старост. Впрочем, они же следят за порядком. Мои обязанности как бы ходят следить за этажом, за порядком, за дисциплиной. Ну, вечером, 10 часов вечером на собрании. Я проверяю, сели на этаже, за дежурством также. А условия хорошие. Все предоставлено. Все хорошо. Об ответственности за те или иные возможные нарушения им напоминает и информация на стендах. Здесь же имеется инструкция по действиям при чрезвычайных ситуациях, телефоны доверия. На отдельных стендах график дежурств, список жильцов, поздравления и объявления. Приятно удивило проверяющих и состояние комнат юношей. В каждой комнате, куда заглядывали инспекторы, было чисто, аккуратно и уютно. Не поступило жалоб и со стороны студентов. В комнатах тепло, все необходимое есть, говорят они. На данный момент грубых нарушений в общежитиях у нас нет. Мы давали рекомендации, давали детям рекомендации, как себя вести в общежитии, не нарушать комендантский час, помогать воспитателям, помогать учителям, преподавателям профессиональных образовательных учреждений в именно содержании общежитий. Сопровождали проверяющих заместитель директора учебного заведения, воспитатели. По их словам, преподаватели также в течение года проводят плановые и внеплановые проверки. Уделяется внимание и организации культурно-массовых мероприятий. Следующим пунктом посещения стало общежитие филиала УГАТУ по улице Комсомольской, 37. Здание приобретено в этом учебном году, поэтому студенты пока обживаются, обустраивают свой быт. Для их удобства имеются общие кухни, гладильные, комнаты, гиены, душ. Закуплена необходимая бытовая техника. В настоящее время первой очередной задачей является ремонт помещения, чтобы создать уютные условия и обеспечить безопасность проживающих. Запланирован в первую очередь ремонт, потому что здание досталось в очень таком плачевном состоянии. С 1 сентября оно у нас только, поэтому мы всеми силами и всеми средствами, которые имеет филиал, естественно, здесь все ремонтируем. Сейчас мы уже частично начали ремонт коридоров и дальше уже планируем непосредственно перейти в комнаты, в комнату отдыха для ребят создать, потому что там было видно и диван, и телевизор, все это имеется. Но уже на первоначальном этапе мы заменили котел водонагревательный. Здесь было на 50 литров, мы приобрели новый котел на 150. Заменили полностью электрические плитки, приобрели микроволновую печь, чайник. И вот сейчас в дальнейшем планируем приобрести холодильник на общую кухню. В общежитии 40 человек. Для поддержания порядка сформирован студенческий совет, разработанные правила проживания. В списке рейда Мелюзовский многопрофильный профессиональный колледж в селе Маячный. Это бывшее училище номер 100. Проживает здесь 23 человека. Половина из них на данный момент находится на практике, поэтому застали на месте немногих. Ребята показали комнаты, где проживают, кухню, где сами готовят. Видно, что проживающие строго следят за чистотой в общем доме. Везде порядок и уют. Артур Фадкулин учится на третьем курсе. В общежитии он избран старостой. Живем нормально. Условия отличные. Мероприятия проводятся. Живут три года здесь. А какие мероприятия у вас здесь проводятся? На поле чудес до этого был. КВН еще. Также и праздники проводим. На сцене много фотографий с культурно-массовых мероприятий. Они рассказывают о веселой студенческой жизни. Для желающих ежедневно работает и библиотека. Здесь студенты могут найти нужную для учебы книгу, взять художественную литературу или же почитать газеты и журналы. В студенческих общежитиях уровень безопасности, защищенности и комфорта несовершеннолетних зависит от многих факторов. В том числе от исполнения норм и правил поведения и проживания, условий надлежащего надзора. Рейд в очередной раз напомнил взрослым об ответственности за детей, а молодежи об их обязанностях. Кумертаусцы с завидной регулярностью становятся победителями соревнований и фестивалей разного уровня. Так, на минувшей неделе в культурной столице состоялся Всероссийский фестиваль русского языка и литературы. Наш город на конкурсе представляла команда гимназии номер один. Кто стал победителем и какие впечатления привезли кумертаусцы из Санкт-Петербурга, узнавал мой коллега Константин Меркушев. Пчелекова Мария, Баскакова Анна, Никонова Ангелина, Суслова Екатерина, Райзина Дарья, Зайцева Анна, Власова Анастасия, Закурдаева Юлия, и Шеремет Екатерина, Мы все победители и призеры Олимпиад по русскому языку и литературе, по английскому языку, мировой художественной культуре, школьного, муниципального и республиканского уровня. Мы будущее нашей страны. Мы новое поколение. Учащиеся гимназии номер один стали победителями шестого всероссийского фестиваля русского языка и литературы под названием «Язы, культура и творчество». Конкурс проходил в городе Санкт-Петербург с 8 по 12 ноября. Всего в конкурсе принимали участие 14 команд со всей России. Для учащихся нашей гимназии – это первый конкурс такого большого масштаба. Вопреки поговорке «Первый блинкомом» сыграла другая «Новичкам везет». На всероссийском уровне мы были впервые. И сложность-то еще была и в том, чтобы избежать скованности при выступлении, чтобы не допустить ошибок в речи при выступлении. Но ребята справились с этой задачей. Конечно, были слезы. Было достаточно много нервных потрясений, потому что они вообще впервые выехали на такой уровень. Выступать на уровне города – это одно. Сложно, но это одно. Это твой город, это стены, которые помогают. А девчонкам приходилось работать по 12 часов, потому что фестиваль был устроен таким образом, что с 8 утра и до 22.00 дети были заняты. Каждый день был расписан по часам. В программе фестиваля были заявлены такие конкурсы, как Олимпиада филологической направленности, Олимпиада по английскому языку, конкурс эссе, посвященный Году кино, конкурс визиток, защита исследовательских работ и творческих проектов. Кроме этого, в программе фестиваля состоялся конкурс чтецов, посвященный творчеству Некрасова и Достоевского. Участница нашей команды Анна Зайцева в этом конкурсе стала победительницей, исполнив стихотворение Николая Некрасова «Три элегии». «Все, чем мы в жизни дорожили, что было лучшего у нас, мы на один алтарь сложили, и этот пламень не угас». В нашей команде были и опытные участники. Так, например, Ангелина Никонова уже выступала на подобных фестивалях в городе Анапа. И опыт того участия, безусловно, пригодился команде гимназии. На первом фестивале у нас учили лидерство, у нас проходило много тренингов и мастер-классов по поводу, как подниматься по ступеням правильно и идти к своей цели, как достичь именно ту цель, которую ты хочешь. В общей сложности наши девчонки завоевали 19 наград различной степени, а также дипломы и кубок. Но это не все. Самое главное, они получили огромный опыт, бурю эмоций и много приятных впечатлений как от фестиваля, так и от самого города Санкт-Петербург. Впечатления от поездки неизгладимые. Мы участвовали в фестивале русского языка и литературы. Команда была очень дружная, сплоченная, умная. Все очень старались и трудились, и, как можно заметить, эти старания даром не прошли. Я очень сильно переживала, особенно на исследовательской работе. От перемена климата у меня поднялась температура, и я засмеялась на исследовательской работе. Это был очень печальный мой опыт, и я очень долго над этим переживала. И грустила. Петербург вызвал у меня очень бурю эмоций, и мне все понравилось. Это, несомненно, огромный опыт, который пригодится мне в будущем моей жизни. Данная победа не состоялась бы без руководителей наставника команды Татьяны Елусовой. Ведь именно она готовила к фестивалю девчонок. Безусловно, ее вклад в эту работу имеет большое значение. Огромную благодарность хочется выразить классному руководителю, учителю русского языка и литературы, Елусовой Татьяне Николаевне. Без нее бы эта поездка не осуществилась. Она в нас вселяла уверенность, поддерживала нас все эти дни. Была с нами, не давала раскисать. Мои ученики, думаю, что выступили не просто хорошо, а отлично. И мне, как учителю, вдвойне приятно, что я двигаюсь в правильном направлении. Что могу дать знания, и этими знаниями ребята воспользуются в полной мере. Константин Меркушев, Владимир Кузьмин, телекомпания АРИС. Противостояние нескольких студенческих группировок на время превратило Центр детского творчества в площадку для выяснения отношений. В битве сошлись будущие медики, авиаторы и горники. Чем завершилось студенческое противостояние, знает Константин Меркушев. В финал студенческой лиги интеллектуальной игры «Брейн Ринг» вышли три команды. Уфимский государственный авиационный технический университет, горный колледж и медицинский колледж. По традиции игра состоялась в Центре детского творчества, и вопросы подготовлены в тему. Работа кропотливая, вопросов было подготовлено большое множество. Более 500 вопросов было за весь этот год перелопачено. Тема интересная, так как год кино, у нас все темы освещены, связанные с кинематографом российским. Вопросы в этот раз отличаются от предыдущих лет тем, что, так как сама тема интересная, кино, у нас каждый вопрос подкреплен в видеовопросах. В первой игре встретились сборные команд горного и медицинского колледжа. С легкостью ребята горного колледжа одержали победу со счетом 5-0. И казалось, что у второй игры они одержат довольно легкую победу. Но вышло не все так просто. Команда УГОТУ дала настоящий бой. И после пяти вопросов они вели в счете 4-1. Так как игра до пяти правильных ответов, большинство зрителей отдавали победу команде от винта. Лишь болельщики верили в успех своих ребят и поддерживали изо всех сил. И это подняло дух участникам команды горного колледжа. Они сотворили небольшое чудо. Сначала сравняли счет, а в решающем вопросе добыли себе победу со счетом 5-4. Ну, сначала было проще. То есть, наша подготовка была как бы показана. То есть, а вот потом уже было сложнее. То, что это уже университет, уровень выше. То есть, и был небольшой такой напряг. То есть, команда волнуется. Но это заметно сразу. Время пошло. Следующая игра была уже за второе место. Победу одержала команда УГОТУ над медицинским колледжем. Нам понравилась игра. Один раз проиграли, другой выиграли. Очень интересно и долго готовились. Нам очень понравилось. Много было упорной работы. И мы рады, что мы заняли второе место. Ну, а что не получилось все-таки в игре с Горном? Скорее всего, была игра на время. И просто не успели вовремя нажать кнопку. Оставалась игра за абсолютного чемпиона интеллектуальной игры Брейн Ринг. Победитель студенческой лиги команда Горного колледжа встретилась с победителем школьной лиги сборной 10-й школы. Суперфинал проходил также до пяти правильных ответов. В тяжелейшем поединке победу одержали и стали абсолютными чемпионами интеллектуальной игры Брейн Ринг 2016 года. Команда Горного колледжа. Поздравляю, ребята. Надеюсь, что вы получили большое удовольствие. И во время, когда вы готовились, много узнали о нашем российском фильме, о его истории, об актерах. По окончании игры победителю был вручен кубок главы администрации. Также всем призерам подарили денежное вознаграждение. Очередная игра состоится уже в следующем году. Константин Меркушев, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арис». В конце о новостях спорта. В городе завершились школьные соревнования по баскетболу. На этот раз в битве за победу сошлись баскетболисты 2003 года рождения и младше. Кто стал победителем, а кому необходимо усилить тренировки, узнавала наша съемочная группа. Не успел закончиться турнир по баскетболу «КС Баскет». Когорд узнал победителя в другом турнире. Школьная баскетбольная лига под названием «Оранжевый мяч» завершилась в физкультурно-здоровительном комплексе «Юбилейный» 15 ноября. В течение всей недели проходил турнир. Групповые встречи по традиции проходили в первой школе и гимназии номер один. Всего участвовало 8 команд юношей и 8 команд девушек. Стоит отметить, баскетбол становится более популярным в городе. Неспроста такое большое количество участников на турнире. Финальные встречи принял физкультурно-оздоровительный комплекс «Юбилейный». В первую встречу сыграли девушки. Сборная пятой школы против первой гимназии. Борьба была поистине спортивной. До конца встречи непонятно было, кто же станет чемпионом школьной баскетбольной лиги «Оранжевый мяч». И тому подтверждение счета этой встречи. Всего в один мяч первая гимназия одерживает трудовую победу. У пятой школы не хватило времени отыграться. Да и учащиеся гимназии не отдали бы победу на последних секундах. Счет встречи 17-16. И чемпионом турнира становится гимназия номер один. Конечно, все получилось. Мы хотели победить, и мы победили. Все. Ничего не... Ну, просто мы победили, и все. Мы на что больше не надеялись. Никаких сложностей. Просто нервы. Во вторник и четверг, даже по каникулам, мы все время ходили, тренировались. И нам удалось победить. После такой нервной игры тренер гимназии не мог подобрать слов благодарности своим подопечным. И это правда. Ведь тренер как дополнительный игрок на спортивной площадке. Подготавливались на базе нашего гимназии номер один, как говорится. Рассчитывал. Ну, я вот, по крайней мере, знал то, что, ну, как сказать, то, что мы победим. Ну, были, конечно, трудности, то, что девочки... Ну, это девочки, как говорится. Ну, сложность в том, что мало подготовки было. Ну, как команда-победитель, ну, впечатлений очень много. Спасибо Федерации баскетбола, нашему муниципальному баскетболу, учителям физкультуры. А вот у юношей победителем турнира стала школа номер три. В финале они одолели девятую школу со счетом 22-14. После финального свистка этого матча состоялась церемония награждения. Победителям и призерам были вручены грамоты, медали и кубок. Константин Меркушев, Ярослав Кондратьев, телекомпания «Арис». Это была последняя информация выпуска. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова